Всем привет из Киева, столицы Украины! С вами Виктор Фурсов. И сегодня на нашем экране оса. Весенняя оса, появившаяся уже. И летающая спокойно в небесах. В Украине, в частности, в Киеве. И сидящая сейчас у нас в лаборатории, за окном дождик. А у нас в гостях вот такая красивая и интересная оса. Ну, чем же её прелесть? Почему она не столь опасна? Как её и говорят о босах. Все очень опасны осы. Поговорим об этом. Если вам интересно, оставайтесь с нами. А мы её пока покормим. Она, видите, немножко нервничает. Но воспринимает вот здесь капельки мёда. Сразу начинает их подлизывать. Чем оса отличается от пчёл? Вы уже заметили. Она очень гладкая, активная, подвижная, жёлтенькая. Лысая такая, можно сказать. И почему она опасная? Ну, опасная, говорят, в том, что она жалится. И в этом деле это правильно. Ну, сначала скажем, что же это за оса. Это оса из рода Полистес. Полистес. Вот такие интересные складчатые крылые осы, рода Полистес, обитают в Украине и образуют маленькие, небольшие колонии. Сейчас весной, 11 апреля, они выбираются из мест укрытий своих под корой, под листвой, где-то в почве, в норках, в трещинках. И это всё самочки. Самочки летают с тем, чтобы образовать свою новую колонию, гнездо своё заложить. Если вы думаете, что это оса огромное гнездо, не так-то уж оно и огромное, не очень большое, потому что у Полистов гнёздышко общественное, но оно небольшое. Это максимальное будет ячеек 50. Поэтому даже какой-то опасности они представляют очень небольшую. Хотя они иногда находят себе укрытие от дождя на балконах, где-то на полочках на балконе, могут вполне организовать себе небольшую колонию. И, конечно, если её взять в руку, если её прижать, она ужалит. Нет, на то она и оса, но она показывает своим внешним видом жёлтым. Я оса, не надо меня трогать, не надо. Я умею жалиться, потому что я защищаю своё гнездо. Ну вот сейчас она сидит и подлизывает очень коротеньким хоботочком капельку с закристализованным мёдом. У неё очень коротенький хоботок, в отличие от пчёл, потому что ей не нужно собирать нектар, не нужно его складывать и запасать на зиму, нужно просто немножко подпитаться. Видите, хоботок очень коротенький, не выступающий за её верхние крупные челюсти, так называемые мандибулы. Двуцветные усики, и она не очень большая. Размера её около сантиметра. Даже зум её не так-то просто разогнать. Сейчас попробую поближе немножко приблизить. Чтобы её не очень сильно спугивать, а в то же время поставить правильное освещение для съёмки. Вот, тут надо немножко поближе к ней приблизиться. Меньшего расстояния. Итак, продолжим рассказ про осу Полиста. Что же делает эта оса Полиста по весне? Организует колонию. Колонию очень часто встречается в поле, а иногда в некоторых укрытиях. Почему в поле? Потому что видов Полиста довольно много. И некоторые из них обитают на открытых пространствах. Не в лесу, а на открытых пространствах. Просто на поле среди растительности. И гнёздышко организует самка. Просто на веточке. На веточке, на длинном растении. И оно, конечно, очень похоже на другие гнёзда пчёл. То есть, не пчёл, а ос. Оно сделано из перегрызенного такой целлюлозы материала. И составляется сначала одна ячейка, потом несколько, потом где-то 10, 20, даже 30 ячеек, собранные практически в одну пластину. И в этой пластине развиваются личинки осы Полисты. Оса сначала делает одну ячейку или три. Выводит первых рабочих пчёл ос. Всё, я ошибаюсь про ос. Рабочих ос, которые затем помогают ей собирать провизию. Провизией являются личинки различных насекомых. И мягкие, и более твёрденькие. В которых они осы собирают, закалывают своим жалом на конце брюшка. Делают котлетку. И котлеткой выкармливают личинку осы в таком бумажном гнезде. Поскольку оса небольшая, колония тоже небольшая. Будет максимум сантиметров 5-6-7 в диаметре у крупной колонии. И к концу сезона колония становится самой крупной. А к концу сезона уже заканчивается в авосте. Редко кто доживает фактически до сентября. Потому что в конце сезона, в конце лета, появляются трудни, появляются самцы. И самочки новые королевы. Рабочие осы тоже являются самками. Но они не дают плодовитое потомство. Они откладывают яйца, из которых выводятся только самцы. А они не плодотворены. Они не могут откладывать оплодотворенных яиц. Такое различие в биологии. И так появляются самцы. Они спариваются с новыми появившимися королевами ос. И эти королевы зимуют. А трудни погибают. И рабочие осы тоже погибают. Поэтому гнездо приходит в запустение. Личинки оставшиеся гибнут. У осы теряются инстинкты вскармливания уже поздно осенью. А осы находят укромное убежище, которое преспокойненько себе зимует. Как вот эта красивенькая оса перезимовала. И дождалась весны. И теперь преспокойненько подкармливается здесь на капельке меда. Мы видим, что у нее есть фасеточные глаза по бокам головы. Такая желтая полосочка по краю. Щек на голове. На лбу у нее три глазка. Двуцветные такие усики в разные стороны растопырены. Ярко-желтые. Желтые с первым членником усиков. Называемым скапусом. Скапус поворотный педицеллиус. И жгутик. Ладжелиум. Потом мы видим наличник. Желто-черный на лбу. На лбу перед ротовым аппаратом наличник. Видим мандибулы. И видим лабиомакселярный комплекс. Которым она сейчас двигает. Подпитываясь на капельке жидкого меда. У полиста интересно тем, что у нее очень длинные такие ножки. Чем она разительно отличается от других ос семейства виспиды? Она такая очень стройненькая. Вытянутое брюшко. Очень тоненькое. Не бывает такого жирного, толстого. Как у других ос. У виспуле, долиха виспуле, других родов семейства виспиды. Это складчатокрылые осы. И мы видим, что крылышки у нее тоже складчатокрылые. Сложены пополам. Как механизм оригами. Крылышки сложены. С тем, чтобы легче протискиваться в различные убежища и укрытия. И вот механизм эволюции сохранил. Это очень интересно. Адаптация, сохранение, по-видимому, крыла. В неблагоприятных условиях. Компактность не такой тела. Для всего семейства. Даже надсемейство виспоиде. Особенно в семействе виспиде. Вот такая красивая оса, которая может жалиться, но не очень больно. Думаю, что мужскую руку она даже не прокусит. Поэтому иногда я собираю таких ос просто руками. Они пытаются вернуть и жалят своим небольшим жальцем. Но это уже дело привычки. Не каждого энтомолога прокусит такая оса. Вы можете не экспериментировать. Все-таки жальца у нее есть. Тонкую нежную кожу она, конечно, прокусит. Думаю, что вам было немножко, по крайней мере, любопытно узнать, где же вот такие веселые осы. И к тому же она у нас, видите, дрессированная. Напитывается. Если завтра будет хорошая погода, то будет более активно в садочке. И ее не остановить. Тем более. Ну, попробуем, может быть, на ярком солнышке тоже дать ей капельку. А потом выпустим. Потому что она будет уничтожать в городе различных мух. Тем самым, принося небольшую пользу, добавляя чистоту в город. Мухи тоже полезны. Они уничтожают всякий мусор. Но чтобы слишком много мух не развелось, на каждую муху есть своя оса. Есть свой хищник. Вот оса. Это есть хищник, который контролирует численность других насекомых. В природе все сбалансировано. Спасибо за ваше внимание. С вами был Виктор Пурсов и оса Аполист. Вот челюсти, как показывает свои. Раскрыла челюсти. И капельку лежит. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. До новых встреч. Будем вам показывать новых, интересных, необычных насекомых. С вами была Чудо-Юда-Аса. С вами была Чудо-Юда. С вами была Чудо-Юда. С вами была Чудо-Юда.